МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Молдова в эти дни принимала интересного гостя. По приглашению общественной организации диалогом и при содействии Международного медиаклуба «Формат А3» в Кишиневе побывал известный фарцузский журналист, общественный деятель, политолог, один из ветеранов информационного агентства «Франс Пресс» Дмитрий Декашко. Тема встречи с молдавскими журналистами – информационные войны, где правда. У нас большая удача, мы принимаем этого гостя и в нашей студии, в студии «Персонального акцента». Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий Борисович, сначала немного о себе хотелось бы, то есть о вас точнее услышать. Я знаю, что вы потомок русских иммигрантов, как принято сейчас говорить, первой волны. Это волна, то есть люди, которые исходили из России во время… В 20-м году, после гражданской войны. Да, и вот ваши предки об этом исходе что говорили? То есть вспоминали вам, передавали какую-то, ну не знаю, информацию, или как-то это в коде вашего… Ну, вообще, только этими жили. Даже мы, дети, все-таки родились уже, ну, после даже Второй мировой войны. Мы все равно жили в русской среде, можно сказать. И общались по-русски, говорили о России. Друзья наших родителей, бабушек, дедушек были русские. И когда мы просто, когда пошли в школу, можно сказать, приехали во Францию. А не было желания, например, вот ваших предков, опять же скажу, бабушек, дедушек, ну, ассимилироваться во Франции, то есть, ну, раствориться в той языковой, культурной среде, в которой они оказались? Ведь вы помните наверняка, что увлечение французским языком в России было велико. Это правда. Нет, ну, бабушек, дедушек, конечно, нет, раствориться было невозможно просто-напросто. Потом это люди, которые не уехали по собственной воле, не забудьте. Притом они довольно были, ну, все-таки из культурных слоев. Так что им, естественно, даже и не хотелось. Притом прадедушки и дедушки думали, что они вернутся. И они даже жили на чемоданах, можно сказать, до войны. Так что, конечно, не было даже этого желания. Они просто были благодарны Франции, что их приютили, что их защитили от большевиков. И вот и все. Что касается моих родителей уже, то есть второе поколение, то они, конечно, интегрировались. Ну, а мы еще больше. Но мы остаемся, как сказать, ну, французами для русских, а русские для французов. И на самом деле так и есть. А события Второй мировой войны, как воспринимала ваша семья? Ну, а нас в эмиграции, в белой, скажем, в кавычках, было меньшинство, которое даже или сотрудничало, или было за немцев. Но это маленькое меньшинство. А остальные довольно быстро перешли за Советский Союз, несмотря на ту ненависть, которая была против советского строя. Ну, и, конечно, все-таки всего лишено. Лишены были люди, и при том многие были убиты в наших семьях. Это надо тоже забывать. Ну, в череде ваших предков есть и люди знаменитые, насколько я знаю. Ну, у меня был прадед. Он возглавлял уголовный розыск Царской империи. Именно уголовный. Его даже прозвали русским Шерлок Ольмсом. И это, ну, это потому, что в 13-м году, то есть сразу до Первой мировой войны, раскрываемость преступления в московской полиции была самая высокая в Европе. Представляете? Тогда, когда он взял эту полицию в руки, то есть примерно в 7-м или 8-м году, была такая коррупция и такая разорганизованность, в общем, что пришлось просто эту полицию переделывать почти совсем. Сыскную полицию именно. Ну, когда... Это название Шерлок Ольмса, между прочим, тоже как-то имеет, ну, отражение в том, что Скотт Леньярд взял его раскрытие о классификации дактилоскопии. Ну, то есть отпечатке пальцев. Ну, как вы знаете, во всех серийных фильмах показывают, как на стакане берут отпечаток пальца и так далее. Но потом-то надо еще найти, кому принадлежит этот отпечаток. Идентифицировать. А это довольно трудно все-таки. Как вы будете классифицировать, по каким признакам? Это он сделал. Это он сумел именно изобрести. И Скотт Леньярд взял эту систему. Так что, когда они бежали сперва в Константинополь, в Константинополь англичане ему дали лицензию на то, чтобы открыть частное детективное бюро. Что они сделали. И прожили какое-то время. Но потом это дело... Ну, он все-таки талант свой показал и в этом деле. Из-за этого начал затрагивать дела, которым турецким властям не очень устраивали. Так что, тогда был Мустафа Кемал. И он угрозил его выдать Советскому Союзу, когда Турция признала Советский Союз. И не признать его английскую лицензию. Так что, пришлось бежать дальше. Они побежали и приехали во Францию. Но тут уже во Франции тоже было плохо, потому что уже документов не было. Коль России больше не было, нансенского паспорта еще не было. У них было еще старое письмо, с которым они приезжали туристами до революции во Францию. И от этого меня теперь зовут Де Кушко. Потому что на этом письме была прибавлена эта приставка для дворян французских Де, которая, конечно, ничему не соответствует для русских. Но просто когда русские дворяне приезжали туристам во Францию, в том числе в Ниццу, то им это ставили, а тут Де, и это были, ну, как бы понты в Петербурге. Ну, когда вы возвращались, видите, забавно. Дело в том, что после революции уже было не забавно. И просто это был единственный официальный документ, который французы признали. Англичане предложили ему поехать в Лондон и работать для Скотланд-Ярда. Что, наверное, с профессиональной точки зрения, было бы для него лучше, безусловно. Потому что во Франции он работал на неинтересной работе. Но он отказался, потому что они просили его принять с английское подданство. А он хотел оставаться русским. И думал, что тоже сможет вернуться, что большевики не могут придержаться, слишком жестокая власть, ну, и так далее, и так далее. Ну, история, видите, расставила все иначе. Таким образом мы французы. Я так понимаю, что перед вами были, ну, в юности много путей открыто, но вы выбрали журналистику, а почему? Вот как пришли к этой профессии? Ну, может, потому что не захотел быть сыщиком. Есть ведь сходство между журнализмом и детективной работой. Ну, да, в принципе, ежедневное расследование проводим. Детективная работа. Есть определенное. Ну, да, расследование постоянное, на самом деле. Потому что я считаю, что наша профессия – это именно поиск информации. Это самый трудный аспект нашей профессии. Но она немножко забывается сегодня. По разным причинам, между прочим. То есть, они тоже связаны с техническим прогрессом и с тем, что с журналистов все больше и больше требуется техническая работа и постоянная и быстрая работа. Которая, на самом деле, была только у нас в агентствах. У вас этого не было на телевидении, в журналах, газетах и так далее. Вы-то работали все-таки другим темпом. Ну, мы в агентстве всегда работали, как вы теперь работаете, из-за интернета и из социальных сетей. Ну, эта конкуренция не совсем. Но, в общем-то, во всяком случае, темп журналистов перебенеменялся. Потом, так как молодые журналисты все умеют делать, с них требуется все делать. И монтаж фильма, и вывесить на интернет, и ответить на Твиттер, и написать во Фейсбуке, и так далее. И, 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 и. Но из-за этого они уже не успевают просто задуматься над информацией, которая им иногда сливается, надо сказать. Или просто-напросто ее проверить. А это надо звонить, надо добраться до человека, который может вам что-то ответить надежно. Надо потом это попробовать проверить с другим источником. Вы это уже не успеваете делать. Просто-напросто не успеваете. Притом, вы должны писать все больше и больше в определенном формате, который обычно короткий, столько-то знаков или столько-то слов, и все. И, в общем-то, сама суть информации как-то или исчезает, или, и это второй этап, попадает под давление политкорректности, или того, что хочет или хозяин издания, или государство, которому принадлежит издание. То есть мы попадаем в довольно опасный период. И когда ведутся определенные, я бы сказал, ну, или кампании, или направление дается в какой-то теме, то становится, ну, вообще монолитная информация, я сказал бы. И из-за этого мы теряем доверие наших читателей. Как раз хотел задать вопрос, вопрос доверия снижается таким образом доверие. И получается, что на плечи читателей переносится, так сказать, работа по определению, к какому источнику доверять, к какому нет. Конечно. Дело в том, что мы, конечно, ну, то есть мы не можем перебороть или отрицать мнение и пропаганду. Это, в общем-то, хотя пропаганда входит в поле так называемой коммуникации в широком смысле. А мы должны заниматься информацией. Информация исходит от события. То есть вы заранее не знаете, что вы напишете, потому что вы не знаете, что точно произошло. И вам надо определить, что произошло, во всяком случае, более-менее со своей субъективностью, естественно. Потому что вы всегда продукт определенного общества, определенного социального класса, определенных вероисповеданий, ну и так далее. Так что какая-то субъективность есть. Вы должны ее более-менее исправить, но вы должны выдавать информацию, то есть то событие, о котором вы знаете и о котором вам дали все-таки довольно надежные данные. Коммуникация – это другое. Коммуникация – вы знаете заранее, что вы будете писать. Это может быть реклама для того, чтобы какой-то напиток надо употреблять. Или это может быть просто пропаганда. То есть вы знаете, в какую сторону вам надо все равно описать, произошло что-то или не произошло. И сегодня, именно вы говорили информационные войны, именно мы находимся в период информационной войны, несмотря на то, что есть все-таки в истории журнализма изобретение хартии диантологической, ну то есть этической хартии, которая была именно написана после Первой мировой войны. И это не случайно, потому что во время Первой мировой войны действительно журнализм был использован как ружье. И после войны французские журналисты, в том числе, решили, что этого хватит, и что надо обязательно, чтобы были определенные правила, этические журнализма именно, в том числе определенная честность к событию, определенное невмешательство экономических интересов и профессиональных, в том числе не запрещать себе клевету и компроматы и так далее. И честный подход к источнику, чтобы предупреждать, о чем вы его спрашиваете в вашем качестве журналиста. Ну, например, то есть там разные правила, это можно в любом найти на интернете. Хартия была еще разработана, она еще в 30-х годах была разработана, она была в 76-м году в Мюнхене одобрена профсоюзами журналистов всего мира, и в 12-м году или в 11-м году она была еще переписана, чтобы ее адаптировать к социальным сетям и к цифровой информации. Так что есть, скажем, на что ссылаться. Я понимаю, что желаемое – это одно, возможное – это другое. Но, во всяком случае, даже когда вы в сфере возможного вашей публикации, то неплохо для журналиста иметь глаз и на желательном. Я думаю так. Ну, а среди полей информационной войны сегодня, в том числе у нас идет в наших странах, я не знаю, как у вас, но, во всяком случае, у нас огромная пропаганда против России. Ну, то, что мы называем русофобией, в общем. Хотя слово не совсем правильное, потому что нечего тут бояться. Фобия – это фобос. Строх. Но дело в том, что просто популярное слово именно русофобия, хотя это на самом деле не на вести русских. Можно написать там мизорусизм, ну что-то в этом роде. Ну, возьмем слово русофобия, самое распространенное. Это имеет последствия. Это имеет последствия, потому что постоянно примеров можно привести сотни. Ну, это просто-напросто, ну, даже на Евроньюз, в котором есть все-таки российские капиталы, при том представляли вот это дело Януковича, перед тем, как его обвинили из Ростова-на-Дону первый раз. Так что то, что мы называем «баграунд», ну, то есть объяснение против событий в контексте, в котором они происходят, то на Евроньюз объясняли. Это было потому, что на Майдане Янукович приказал стрелять против демонстрантов. Забыли, что полицейские были убиты, что они были убиты теми же пулями, что и демонстранты, что все-таки более-менее определили, откуда стреляли снайперы. И что все-таки два года исследование ничего не дало. Можно себе задать об этом вопросы. Я не говорю, что надо отвечать на эти вопросы, но можно себе задать эти вопросы для журналистов. Этого не сделали. Ну, а об Олепо я вам не говорю, но вы сами видели. Там ведь в Сирии сплошные больницы, сплошные дети, которых выстреливают каждый русский и так далее. Гуманитарные, когда коридоры делаются, то, что американцы отказались вместе с русскими их проводить, из, при том, восточного Олепо. У нас представляют это, как бы нападают на весь Олепо. А Олепо большой город, и большая часть Олепо именно все-таки в руках правительства. И там людей никто не бомбит, кроме на фронтовой линии, откуда исламисты бомбят. И все. То есть, видите, какое неправильное, просто-напросто дает... Интерпретацию событиям, получается. Это и интерпретация, и это просто искажение фактов. Из-за этого последствия какое, что тот слушатель, зритель информации не может ей доверять. Он не может таким образом себе сделать, определить какое-то или мнение, или возможность анализа. Это значит, что он политически не может ничего решать. И это значит, что его гражданская способность решать, голосовать нарушена. То же самое я инвестор, скажем. То есть, экономика, свободная рыночная экономика. Если мне рассказывают какую-то чушь, я не знаю, могу я туда искать клиента или поставщика, или могу ли что-нибудь инвестировать. То есть, это все нарушает наше же правило. Притом еще теперь считают, что если вы не говорите то, что именно в генеральной линии, как говорил Эйзенштейн, то вы просто-напросто занимаете пропагандой. И вы видели, что рекомендации... Но генеральная линия не пропаганда? Голосование, простите? Генеральная линия не пропаганда? В том-то и дело. Сейчас Европарламент проголосовал рекомендательные меры против, кавычки, российской пропаганды. Не сказали, что будут запрещать, но во всяком случае принимать законные меры. Ну, это в общем-то в технократическом языке то же самое значит. Это очень опасно, потому что это нарушение основ наших обществ демократических, свобода слова, свобода информации и так далее. Каким образом могут они себе позволить нам запретить смотреть, что мы хотим? Ну, мир предлагает много возможностей получения информации. Вы упомянули интернет, и телеканалов, мне кажется, не хватит возможностей перечислить. В нашей стране только лишь их больше десятка. Конечно. В мире так, наверное, тысячи. Но вот вопрос, не могу не задать этот вопрос. На ваш взгляд, развитие технологий, цифровых, интернет-технологий и развитие телевидения, это борьба от агонистов? Здесь очень много слышим о том, что интернет поставит точку в развитии телевидения. Или все-таки у телевидения, я, представитель телевидения, хотел бы услышать вашу версию ответа, у телевидения есть будущее? Ну, смотрите, каждый раз, когда появлялись новые технологии, всегда говорили, все, предыдущие исчезнет. Ну, печатные СМИ жалуются. Они, конечно, жалуются, им надо переимениться, но они существуют. На самом деле, ежедневные газеты действительно или пропадают, или во всяком случае страдают. Но бумажные журналы, в том числе разных тематик, моды, развлечения, животных и так далее, продолжают существовать, и даже иногда довольно хорошо. Так что, наверное, будет эволюция в этом, безусловно. С телевидением то же самое будет эволюция. Но на самом деле, если вы подумаете, то движущая картинка, как мы говорим, то есть то, что телевидение именно, и видео, и разные цифровые возможности передавать движущую картинку, а не фотографию, они ведь огромное теперь их количество и возможности. Притом технология снимать, она ведь теперь гораздо дешевле, чем была еще 15 лет назад. Надо было снимать на бетакамах ужасных, этих огромных. А теперь, смотрите, вы с телефона можете сделать фильмы. Ну, нет, я не сказал бы, что угроза на телевидение. Теперь интернет задает другие вопросы. Во-первых, очень хороший аспект интернета, это что, альтернативная информация. А когда основные СМИ подпадают в этот мейнстрим, у нас, например, они почти все в одной линии. В том числе о России. То есть у нас нет информации. Если бы не было интернета, у нас не было бы информации, и почти не было бы. Так что, с одной стороны, слава богу, что-то есть. Но, с другой стороны, интернет тоже работает не по правилам. То есть там журналистская именно эта этика, о которой мы говорили вначале. Она отсутствует. Она просто не соблюдается, она в другом поле. То есть вы можете себе позволить рассказывать любые байки. Вы можете себе позволить любые компроматы, любые клевету, вранье. Но вы можете себе позволить просто-напросто. Иногда, когда у людей есть иногда странные идеи, или появление, или изображение, или воображение. И это высказывается в интернете. Иногда довольно трудно разобрать, что, кто, как делает. Поэтому и так столько жуликов, между прочим, на интернете. Так что, видите, это имеет опасность. То есть тот факт, что СМИ, которые должны работать по принципу и по правилам работы, этого не делают. То это имеет последствия. Потому что люди теперь доверяют только интернету. Мне кажется, что интернет, он с одной стороны даже и размывает факты, или размывает внимание обилием информации, которую получаешь, используя интернет. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня такое устойчивое ощущение, что те технологии, которые сегодня мир вооружает на журналистов, снижают нашу квалификацию. То есть человек, который должен откликаться в Твиттере, в Фейсбуке, в других социальных сетях, вести работу на сайте, тут же какие-то репортажи, телеканал, должен быть либо очень хорошо подготовлен не только с точки зрения технической, но еще и с точки зрения профессиональной. То есть быть грамотным человеком, умеющим писать на своем хотя бы родном языке. И писать, да ведь даже в телевидении новости не просто смотрят, новости еще и читают из бегущей строчки. И это, конечно, для меня колоссальное огорчение, когда вижу ошибки своих коллег, и не только на нашем телеканале, что бывает, но и на других, и на достаточно таких авторитетных, международных. И я вижу, что это общая тенденция, которая вот снижает планку профессионализма. То есть если у тебя пренебрежение к собственному языку, то, наверное, точно такое же пренебрежение где-то, наверное, и на самой информации, которую ты несешь. Это немножко то, что я говорил, когда говорю давление на журналистов, в том числе, потому что мы обязаны все делать. Из-за этого мы не успеваем проверять информацию. Мы тоже не успеваем перечитывать и исправлять ошибки, в том числе, конечно. Но дело в том, что это общий и общий мировой вопрос. Тут, конечно, желание собственников разных СМИ зарабатывать больше денег и меньше тратить, в том числе на зарплаты журналистов и в том числе на количество журналистов, естественно. Поэтому приходится работать гораздо интенсивнее каждому журналисту, у которого хоть место есть, и за которое он молится, и которое он готов защитить, даже не говоря все, что надо было бы говорить. Да, затем эта тенденция превратить именно журналиста просто в технаря. То есть это давление есть уже несколько лет. И мы против этого боролись, потому что я тоже и в профсоюзе журналистов во Франции. Мы против этого довольно боролись, и мы нашли один способ – это требовать авторские права журналистов. Они, конечно, имеют денежную, ну, как бы, ну, есть определенная компенсация, которая не очень высокая, но она символичная. Потому что таким образом признан характер творчества и интеллектуальной профессии журналиста, который нас именно различает от чисто технической работы. Потому что если мы признаем сами, что у нас чисто техническая работа, то есть мы умеем на сайт вывесить информацию, ее адаптировать, информировать, и это самое, сейчас же ответить и в Твиттере, и в Фейсбуке, и в моем мире, и так далее. Сейчас же смонтировать что-то, сделать другой фильм, переделать там, и так далее. Не проверяя ничего, то нас могут заставить писать любое. Это уже случается. Но если мы это признаем, то мы уже можем отказаться от профессии журнализма. И тогда мы становимся просто техниками действительно. И авторские тогда нет ничего. Если нам признают авторские права, это значит признают все-таки право какое-то авторское. И защиту того, что мы написали. И как вы знаете, в авторских правах есть все-таки два аспекта. Один материальный, это денежная компенсация, вознаграждение, которая довольно маленькая, но оно есть. И второе, это моральное право на то, что вы написали. Это то, что мы называем, ты ссылайся на мою новость, потому что я ее автор. Может быть так. Нет, нет, это не совсем то. Это значит, что вы имеете право на то, чтобы не использовали ваше творчество. Ну, это в области литературы, там, музыки или кино. Чтобы это не использовали так, как вам не хотелось бы, чтобы это было использовано. Ну, например, у нас был один фотограф, это такой экстремальный, ну, можно сказать, пример. Фотограф, фотография которого была в агентстве Франс Пресс. Он снял Марин Ле Пен. Хороший был, очень снимок, очень хороший. Это, конечно, распространялось подписчикам агентства. А через год, кажется, после этого, сама Марин Ле Пен взяла эту фотографию для предвыборной кампании на ее афишах. Ну, казалось бы, фотограф мог бы быть доволен, а он не любил Марин Ле Пен. Значит, он захотел, чтобы она не использовала его фотографию на ее афишах. И он сумел это пробить именно по авторским правам, как моральное право, чтобы его фотография не была использована в политических целях человек, которого он не любит. По роду профессии участвовал в самых разных медиафорумах международного характера. И вот ровно 10 лет назад я был в Санкт-Петербурге на медиафоруме, который обсуждал, ну, обсуждал современную журналистику с точки зрения, какой она должна быть. Отстраненная, бесстрастная, имеет ли право в журналистике присутствовать авторское мнение, так сказать, журналисты. И, в общем, большинство, как правило, это представители европейских СМИ склонялись к тому, что нужно максимально отстраниться от событий. Наша задача передать о событии информацию, а зритель, читатель, подписчик, еще получатель информации уже сам будет реагировать или не реагировать на это событие. Ну, вот ваш взгляд, насколько все это верно и как, ну, если это верно, как от этого устраниться? Ведь сам факт того, что ты обратил внимание, то есть, или получил задание редакционное на это событие, отреагировав на него, и уже, так сказать, трансформируя его в картинки, либо в печатном издании, либо в интернете уже своим читателям, зрителям и получателям информации, уже говорит о какой-то, не знаю, личной пристрастности. Нет, тут два аспекта, я сказал бы. Первое, самого журналиста. Есть журнализм информационный, и он должен существовать, и тут надо действительно, то, что я говорил, как можно лучше, как можно... Равноудаление, да? Честно, как можно было и честно отобразить события. Но можно иметь и журнализм публицистики, где у вас мнение, где вы высказываете явно свое мнение. Это просто нельзя мешать. Теперь, конечно, все это хитрее происходит, и это было бы слишком легко. И действительно, как мы говорим в объективной журналистике, которая, как вы знаете, не может существовать, потому что субъективный журналист всегда есть. Но самое главное, это то, о чем вы не говорите. То есть тот, кто установил адженду, ну, то есть тот, кто остановил, как бы, то, о чем тематики дня, о которых вы будете писать, которыми вы будете интересоваться. И это обычно именно то, что делают, ну, в том числе сильные державы, которые держат, как бы, или которые имеют влияние на поле информации вообще, в общем-то, во всем мире. Так что это установление этого, ну, как меню, если хотите, в ресторане, меню информации, тем информации, которые будут разработаны в течение дня, это, естественно, дает определенное направление. Ну, а потом уже распределяют, определяют уже и ракурсы тоже этих же тематик. Но уже сам выбор, тем, это уже в своем роде, конечно, субъективизм. То есть журналистика однозначно просто будет роботизированной, то есть идет информация, некий робот ее тут же передает потребителям. Эту информацию невозможно. Ну, надо все-таки этот робот кормить. Это будут всегда журналисты. Да, я понимаю. Иногда мы шутим, что говорим, это самая старая профессия в мире. Знаете, да? Да, самая древняя. Самая древняя профессия. И, конечно, все люди сейчас же думают, ха-ха, они ошибаются, мы знаем другую, да, древнюю профессию. И мы всегда отвечаем, подождите, надо знать адрес. Оценил. Ну, вам известно, кто владеет информацией, кто владеет миром. Расхожая фраза. Но сегодняшний мир информации настолько противоречив. И когда в нем варишься, ты понимаешь, что здесь идет поток информации, который, ну, давит друг на друга, который в, ну, как бы, видишь информационную войну. То есть информация, даже в нашей маленькой стране, пробегая по теленовостным, так сказать, материалам коллег одного канала, другого, третьего, пятого, ты видишь акценты, которые расставлены редакциями. Ты видишь, над чем, так сказать, зная, кто за этими каналами, кого они поддерживают, уже понимаешь, так сказать, направление их мыслей и их задач, которые они составят перед собой. И тут, являясь журналистом во всем этом, возникает ощущение воина. То есть ты на войне, то есть ты в какой-то теме, которая вот сражается. И отчасти вы уже ответили на вопрос, когда это случилось, что журналистика стала вот такой вот, знаете, военизированной профессией. Но критерий честности во всем этом, вот как его обрести журналисту, потому что сегодняшние, вот, я не знаю, как по Франции, но сегодняшние молдавские вузы, то, кого они выпускают, оставляют желать лучшего. И сегодня каждый молодой журналист, приходя в ту или иную редакцию, если ему удается получить рабочее место, он доучивается. То есть он приобретает новые навыки, он доучивается как профессионал, если он собирается дальше реализовывать себя таковым. Но вот критерий честности, тут научиться, мне кажется, не знаю, у нас нет академии честности. Нет, нет, ну, конечно, и она никогда не будет. Это единственное, тут уже все-таки совесть каждого человека, воспитание каждого человека, его отношение к определенной морали и к человеческим чувствам или долгу и так далее. Журнализм не может все делать все-таки, он не может заменять всех. Иногда думали, в том числе в советские времена, думали, что журналист должен быть воспитателем и так далее. Нет, он не воспитатель, и он даже, я даже сказал бы, он даже не преподаватель. Преподаватель есть преподаватель. Он подготавливает людей, чтобы слушать журналистов или чтобы слышать информацию, которую журналист может ему принести со своей культурой и культурой зрителя для того, чтобы сделать какое-то общее мнение для общества. Но это не надо мешать все наши задачи, миссии и так далее. Теперь, что касается просто подачи этой информации и честности, и вуза, на самом деле тут есть и технический вопрос. Да, конечно, все люди, которые выходят только-только из вуза, им надо все равно доочивать. Это безусловно. Сегодня из вузов выходят журналисты, часто молодые журналисты, именно с хорошими, очень техническими знаниями, которые гораздо лучше, между прочим, чем те моего поколения. Но они именно только почти технические. Зато иногда общая культура, в том числе и историческая, у них иногда хромает, даже довольно серьезно хромает. И это не очень хорошо. А потом уже, ну, как бы, как сказать, скажем, ну, журналистская мудрость, скажем, появляется только с годами. Но это вы знаете по опыту, как я знаю. Я не знаю, я был в агентстве, правда. То есть тут-то еще больше напряжения. Но реагировать спокойно перед информацией, перед событием, я думаю, я только начал лет 6-7 после того, как начал быть журналистом. Раньше я ужасно нервно реагировал на все события. Ну, когда крупные штуки происходили, я корреспондент где-то. Я, ну, не в панике, но во всяком случае нервно все отношусь. И это на все мы как-то начинаем спешить. И слава богу, что в редакции есть уже журналисты постарше с опытом, которые вас успокаивают. Говорят, ну, подождите, нет, все, разберемся так и так далее. Знаете, что мне коллеги из BBC говорили, когда они провели планы сбережения денег и так далее, они уволили... Ну, оптимизацию, вот. Это было лет 10-15 назад. Они уволили всех стариков, в кавычках. Ну, это значит, тех, кому больше 45 лет. На улице. Знаете, какая реакция была в редакциях? Молодые журналисты остались. То есть все амбиции, между собой просто битва стала совершенно жестокой. Каждый следил, где будет ошибка какая. Те, кто имели какую-то ответственность, постоянно были в панике, что могут ошибиться. И их сейчас же коллега, который хочет их место, сейчас же донесет и сейчас же подчеркнет это. В общем, больше жизни в редакции не было. И через три месяца они взяли обратно с новиков. Ну, разумно. Чтобы все это успокоить. Разумно. Видите? Я это знаю и по нашей работе. Это везде. Это везде. Это везде. То есть надо все-таки сотрудничество между поколениями. Это тоже что-то есть. Это и преемственность, и не только информация. Вот это даже историческая преемственность. Потому что то, что не знает молодой коллега, ему могут подсказать, показать, указать. Ну, знаете, вы... Конечно. Притом, так как уже ответственность у стариков, так как-то молодые помирились, и как-то конкуренция между ними идет на других полях и более спокойная. Потому что рядом с молодыми журналистами я чувствую себя, знаете, опытным библиотекарем, который знает, где что лежит на его полках. И тогда просто адресуешь. Вот возьми эту книгу. Ну, зато к ним надо обращаться, когда вам надо что-то с интернетом делать, и вы совсем разделены. Ну, не знаю, мне удалось обогнать молодых, и приходится их доучивать уже даже тех, от кого ждешь технической оснащенности. То есть человек пришел с определенным стоматарием, и ты понимаешь, что, в общем-то, не догоняет даже... Иногда, да. Ну, это уже хвастается. У них проблемы часто бывают с редакцией тоже. И странно, они не умеют редактировать, когда выходят из вуз. Ну, потому что я немножко преподавал, все-таки мастер-классы вел, и иногда люди все-таки их обучили уже несколько лет, и они как-то, они не умеют написать лид. Я знаю, что это, конечно, всегда трудно найти лид, но все же... Ну, в нашей профессии, наверное, самое интересное, когда в компактную интересную фразу, ну, такую недлинную фразу можно уложить суть материала, и если вам удается... Да, надо выбрать что. Да, да, еще и выбрать суть. И когда ты указываешь, вот оно, что нужно вычитывать в этом материале. Поэтому вот эта часть работы мне всегда нравилась. Ну, мне тоже. Так сказать, мои коллеги знали, чашка кофе, плитка шоколада, и сейчас будет написано. Ну, давайте отвлечемся немного от журналистики. Вы соучредитель Союза русофонов Франции. Да, совершенно верно. Вопрос короткий. Легко ли в Западной Европе быть прорусским журналистом? Вы видите, русофон – это совершенно не прорусский. Ну, вот раздельно. Это совершенно разные вещи. Русофония, именно в нашем понятии, это немножко, если хотите, и, между прочим, мы русофонию изобрели благодаря молдаванам, которые находятся во Франции, между прочим, и Прибалтам, которые к нам подходили, ну, это было 15 лет назад примерно, когда говорили, слушайте, мы к русскому языку очень привязаны, он нам очень нужен, это половина нашей личности и культуры, но у нас свой язык, и мы не соотечественники, и мы не русские. Ну, да, правильно. Но мы хотели продолжать общаться, и у нас действительно общее что-то есть. Это язык. Это язык, это определенная ссылка на культуру, и это возможность общения между разными национальностями, и, может быть, возможности в том числе и работ, и работы, и трудоустройства, и, наверное, экономических обменов. Ну, для Молдавии, например, это все-таки бывший Советский Союз, плюс те страны, где говорят по-русски, плюс общение с нами. Во Франции мы в каком языке будем? Ну, хорошо, Молдавы можно с французским, потому что благодаря румынскому, конечно, это есть схожесть. Но это мы... Румынская группа языков. На самом деле это зеркальное изображение франкофонии, если хотите, русофонии. И, между прочим, мы создали литературную премию за лучший перевод с русского на французский, но с русского из всех стран. Люди любой национальности, которые пишут по-русски. И на первой премии, это было 10 лет назад, был Чингис Айтматов. И, видите, он был, ну, можно сказать, мы его считаем немножко крестным отцом этой премии, русофонии. И он высказался, он говорит, русский язык это очень важно для русских, конечно, но это еще важнее для нас, ну, то есть, Средняя Азия, то есть, именно русофоны, не русские. Нет, это совсем разные вещи, русофония и прорусский, в кавычках. А теперь, что касается прорусского, я, ну, конечно, я лучше понимаю позицию России, я ей интересуюсь, и я считаю, что Европа, если она хочет считаться в мире завтра, то ей надо быть с Россией, естественно, потому что слишком дополнительные у нас экономики в Западной Европе, где, в общем-то, технология и то, что остается от производства, потому что дезиндустриализация, конечно, очень разрушила Западную Европу, и, естественно, все сырье и возможности, и вооружение России. Если мы хотим иметь роль, как европейцы, в мире, то мы должны быть вместе. А то мы не будем считаться, представляете, перед Китаем, перед Индией, перед Азией, да и перед материком Америки, мы что? Мы что? Без России мы почти ничего. Уже глобальные, как бы, материки или совокупности, они должны быть совершенно другого размера по богатству, по возможностям, чтобы их слушали, и чтобы был бы шанс сохранить определенные все-таки достояния европейской культуры, и в том числе все-таки желание демократии, желание толерантности, терпимости вообще, открытого мнения и так далее. Видим, что происходит с исламизмом. Ну, мы что, хотим это, что ли? Мы хотим все-таки особо определенную свободу женщин, свободу слова, толерантность к мнению чужого, уважение меньшинства и так далее. Это все европейские ценности, которые у нас общие с русскими, и с французами, и с португальцами, и с молдаванами. Ну, вот на фоне того, что происходит в Европе по отношению к России, санкции, неприятия российской политики, сегодня рост влияния, ну, рост интереса к всему русскому или падение? Нет, ну, к сожалению, то, что я говорил о русофобии, дело в том, что, конечно, есть определенный бойкот в наших СМИ, но опять-таки СМИ и какая-то часть политического персонала, но в общественном мнении, в французском, во всяком случае, и в другой половине политического персонала, безусловно, симпатия к России, интерес к России, любопытство к России продолжают существовать. И они, слава Богу, то есть эта русофобия, она все-таки явление довольно ограниченное. Она имеет и исторические корни, между прочим, ну, мы знаем об этом, но есть и русофильское все-таки движение, и есть, во всяком случае, во Франции, интерес безусловный, и понимание довольно глубокое и русской культуры, и русских вообще, и даже русской политики, потому что все-таки русская политика защиты суверенитета и не отказ от единополярного мира, который только был бы из Вашингтона приказом, это у французов имеет все-таки довольно положительное эхо, и, в общем-то, ну, они где-то находят даже те, кто, конечно, открыты, даже сравнение между Путиным и Деголем, так что таким образом, это нельзя сказать, что несмотря на демонизацию Путина, ну, который один из приемов русофобии, в общем, то это не всегда срабатывает, и пропаганда, которая была против Фиона во время праймериза, в правах, в том числе обвиняя его, что он за Путина, что Путин ему платит выборную кампанию, так же, как он Трампу платил, так же, как он у Вас до дома, и так далее, то это, и на самом деле, из-за этого они превратили Путина в суперстар вообще, это глупость вообще, видите, иногда контрпродуктивно все-таки это бывает. Время программы конечное, под занавес хочу все-таки задать еще один вопрос. В одном из интервью вы заявили, что русские, живущие в Европе, люди, имеющие отношение к России, сегодня находятся в определенной опасности. Вот что имелось в виду? Ну, это не опасность, но во всяком случае, конечно, так как развивают постоянно в печати чувство ненависти и дискриминации, то, да, безусловно, к этому и приходит. Иногда я, ну, я свидетель того, что, например, не сдавали квартиру на каникулы на юге, потому что русские. иногда затрудняют открыть счет русской ассоциации, ну, франко-русской ассоциации, потому что русские. А банки постоянно ужасно боятся после того, как, знаете, Соединенные Штаты срекетировали, можно сказать, БНП на 9 миллиардов долларов. Это все-таки вам не что-нибудь, это очень много безработных мест, между прочим. так что банки ужасно боятся и из-за того, что такая информация идет постоянно о России, они просто не одалживают, да не дают кредит в том числе мелким предприятиям и средним предприятиям, которые хотели бы или инвестировать, или покупать в России, или продавать в Россию. Ну, надо ведь кредит гарантировать, знаете, когда вы идете на экспорт и так далее. Так банки отказываются это гарантировать, потому что Россия, потому что не знаешь, что может случиться. может американцы будут недовольны и нам попадется. Последний вопрос, финальный. Вы великолепно говорите по-русски, но я уверен, что также великолепно говорите и на французском языке. Мыслите на каком? Смотря о чем. Нет, но рациональная сфера все-таки у меня больше французская, потому что образование у меня на французском, я все-таки 30 лет работал на французском языке. это вам все-таки что-то отпечатывается там. Ну, а русский язык более, ну, как бы душевный, семейный, сердечный. Понимаю. у Карла Марса было такое выражение «Сколько знаешь языков, столько раз ты человек». Вот, я помню еще... Немножко правда, я думаю. Поэтому не надо отказываться от русского языка, и поэтому мы за русофонию. Потому что, несмотря на то, что какой у вас взгляд на историю, то, что вы получили в наследии, в любых обстоятельствах, надо сохранять, а не надо отказываться. Спасибо вам за этот разговор. Думаю, нашим зрителям было так же интересно, как и мне, слушать вас и даже чему-то учиться. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был ветеран информационного агентства «Франс Пресс», общественный деятель, прекрасный журналист Дмитрий Декашко. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова